Сцена как профессия. Вот и сейчас, когда почитателей таланта целый зал, и они пришли, чтобы дарить цветы, благодарить своих кумиров за труд, артисты работают. В Центре культуры и отдыха состоялось вручение премии «Триумф» за личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново в 2016 году. Лауреатами стали 8 человек. Конечно, хочется поблагодарить деятелей культуры и искусства за их вклад в развитие города. И, конечно, есть те лауреаты, которые удостоены будут в этом году вручения премии. Конечно, у нас отбирала победителей специальная комиссия, куда входят у нас и депутаты, и представители администрации, и представители общественности. И поэтому я надеюсь, что в этом году выбор был адекватный и профессиональный. Олег Марков – бессменный конферансье всех городских мероприятий. И в этот вечер ведет премию, где стал лауреатом. Не сидит в зале на каком-нибудь почетном месте и артист Андрей Булычев. Он на сцене с отрывком из спектакля «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». В театре занят много. Всегда есть работа, интересные работы. Так что считаю, что 2016 год для меня прошел, во всяком случае, неплохо. Но всегда, конечно, хочется что-то еще, еще, еще. Надеюсь, что 2017 год будет еще удачнее, лучше. И что на земле не проходит бессмертно, И юность ушедшая все же бессмертна. А это песня-подарок от благодарного ученика учителю. Премия «Триумф» в этом году достойна преподавателя Ивановского музыкального училища Ирина Кадычегова. Очень приятно, что в родном городе, именно в родном городе, где служишь искусству более 30 лет, вот сегодня случилось то событие, которое я не могу назвать не особенным, оно действительно для меня особенное. Потому что это вклад в культуру и искусство города, и это, конечно, оценка, оценка моего труда. Премию «Триумф» в областном центре вручают с 1992 года. За это время ее лауреатами стали 319 человек. Но из года в год выбор для комиссии по наградам проще не становится. Ивановская земля по-настоящему богата людьми, которые вкладывают душу в свою работу. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.